Петрозаводский детский кукольный театр И этот спектакль обязательно заставит задуматься Я вас уверяю, что обязательно вас захватит само действие, которое там происходит Это смена картин, они разные и разные жанры перемешаны Я думаю, что спектакль удался Спектакли кукольного карельского театра неоднократно становились номинантами различных театральных премий В том числе и одной из самых престижных и наиболее известных для нашего зрителя Золотой маски, но в рядах и номинантов которого можно регулярно видеть и в Эстонии Светлана Янчик, руководитель фестиваля Золотой маски в нашей стране Говорит, что в рамках проекта кукольный театр будет показан впервые А то, что происходит на сцене, порой захватывает детей намного сильнее, чем 3D-анимации и любые компьютерные игры К тому же в 2009 году постановка Натальи Пахомовой «Собачья сказка» была представлена в четырех номинациях Лучшая режиссерская работа, лучшая работа художника, лучший спектакль, лучшая мужская роль Интересно то, что директор Петрозаводского театра Любовь Васильев начинал свою творческую деятельность Именно в Таллине, в стенах русского театра Для меня сегодняшняя поездка лично это возвращение в Таллин В котором я жила 13 лет назад и в этом театре я работала Так что если вы хотите узнать, как собаки создали человека, упросив у Всевышнего сотворить для них Бога, которому можно было бы принюхиваться Почему у человека есть сила льва, трудолюбие верблюда, коварство кошки, но нет верности собаки Как возникли кометы, звезды с собачьими хвостами И почему собаки ищут клад, оставшийся от провалившегося в тартарары собачьего королевства То добро пожаловать в Большой зал Русского театра Эстонии Владимир Михалков, Юлия Трофимова, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал Субтитры создавал DimaTorzok